Гематрия названия нашей недельной главы Вейдханан 515. Говорит Медраж, что Моше Рабейну помолился 515 молитв с просьбой дать ему войти в Святую Землю. И тогда Всевышний ему сказал, пожалуйста, не проси меня больше об этом. Медраж объясняет Медраж, что если бы Моше вознес еще одну молитву, то Творец должен был бы исполнить его просьбу. Такова сила молитвы. Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Лискин в прямом эфире из Святого города Иерусалима. И сегодня наша тема очень интересная, очень важная тема. Это тема, как молиться, чтобы Всевышний исполнил нашу молитву. На самом деле, очень важно знать, что Всевышний слышит все молитвы. Но! Он может ответить на нашу просьбу, на нашу молитву, словом, нет. Тем не менее, есть правила, которые, если мы их будем соблюдать, то шансы, что Всевышний исполнит нашу молитву, сильно увеличиваются. Пожалуйста, напишите, те, кто со мной, напишите, как видно, как слышно. Шалом, Олег! Шалом, все, кто со мной! Я не знаю, что у меня такое с фейсбуком, у меня не написано, сколько людей смотрят. То есть я вижу, просто написано прямой эфир, и все. Пожалуйста, напишите, как видно, как слышно. Шалом, Виктор! Очень важно, что для меня, что меня видно, что меня слышно, чтобы не говорить пустую. Так, Олег пишет. Шалом из Москвы. Шалом из Шаяу. Шалом, Евгений. О, слышно, видно, 10 из 10. Отлично, отлично. Итак, дорогие друзья, если у вас есть вопросы по молитве, я буду рад ответить, если я знаю ответ. И мы продолжаем. Я сказал, что Всевышний слышит все молитвы, но он может ответить нет. А почему Всевышний может сказать нет? Вот на это я дам такое достаточно простое, но интересное объяснение. В Кабале есть очень важное понятие, которое называется сосуд и свет. И что это означает? Божественный свет наполняет все сущее в этом мире. Если сущее готово принимать этот свет, тогда все в порядке. Тогда оно существует, принимает, наполняется изобилием, чувствует радость, положительные эмоции, все хорошо. Если же нет, то тогда происходит так называемая ломка сосудов. Инстанция прекращает свое существование в прежней форме. Объясню еще раз по-простому. Представьте себе пластиковую бутылку, которую я наполняю водой. Бутылка уже полная, а я продолжаю из мощного шланга лить туда воду. Что происходит тогда? В какой-то момент бутылка просто разлетится на куски. Это и называется ломка сосудов. В этом примере бутылка это сосуд, а вода это свет. Еще пример. Человек, который долго смотрит на солнце, слепнет. Сосуд в его человеческих глазах не может воспринимать подобного света. Еще пример. Человек сразу с нуля начинает соблюдать все заповеди. Что может произойти? Такой человек может просто сойти с ума. Поэтому нельзя сразу изучать кабалу, потому что может произойти ломка сосудов. Это очень важное понятие. Запомните его на всю жизнь. Понимаете? Так, сейчас посмотрим. Есть 10 вопросов, комментариев. Все хорошо. Так, Олег Ярошенко пишет 3-3. Что это 3-3? Плохо слышно? А, 33 человека. Хорошо, хорошо. Я рад. Мария, шалом. Всем шалом. Молитва связана ли с приговором Рошушана? Очень хороший вопрос. Значит, смотрите. Есть приговор Рошушана, который тоже зависит, кстати говоря, от нашей молитвы. Значит, кроме того, каждый день, на самом деле, мы можем что-то в этом приговоре изменить. То есть, если, предположим, как написано в Гморе, евреям полагается много дождей, много дождей, они хорошо молятся в Рошушана, но потом они начинают себя плохо вести, то тогда, что происходит, то тогда Всевышний дает им эти дожди в неправильное, в нехорошее время. И наоборот, то, что касается нашего примера, когда человек, например, Рошушана ничего не делал, не молился, не ходил в синагогу, и мы вообще не очень хорошо себя вел, предположим, ему, значит, что-то предопределяется. И он начинает, например, в тот день, когда ему предупредено что-то нехорошее, начинает молиться, он раскаялся, он начинает соблюдать заповеди, то, скорее всего, что это нехорошее ему или будет прощено, или будет подано в какой-то форме такой, что для него это будет легко. Да, это может быть по маленьким частям каким-то разделено по всему году, да, или просто Всевышний это простит. Окей, третий главный вопрос, если нет, то напишите, что непонятно. Вообще, нам важно знать, почему Всевышний может сказать нам нет, да, на это есть много причин, я приведу основные из них. Значит, первая причина, это потому что сосуд человека не готов принять тот божественный свет, который он так просит. Вторая причина, что это нехорошо для человека. Мы знаем ситуации, когда человек, например, молился, я хочу, пожалуйста, Всевышний, дай мне вот эту девушку, я хочу именно на ней жениться. Женился, через два года развод, человек у разбитого корыта, ни денег, ни счастья, ничего. Да, поэтому, особенно вот в вопросах еще духа очень важно молиться Всевышний, пожалуйста, пошли мне ту вторую половину, которая мне подходит, которая самая лучшая для меня. Не молиться о конкретном каком-то человеке, вот это, там, Мирьям, вот ее я хочу. Нет, это нехорошее. Третья вещь, по которой Всевышний может сказать нет нам, это если человек своровал или какие-то другие грехи сделал, из-за них не раскаялся, их не исправил, то есть, например, человек, у нас будет сказано, своровал, и не хочет возвращать вот эти деньги сворованные, да, хоть он может, то тогда написано в наших святых книгах, что его молитва, она не принимается, то есть, Всевышний как бы ее не слышит. Следующая вещь, это неискренняя молитва, когда его уста и сердце не говорят одно и то же, да, человек молится, но на самом деле в сердце он думает, там, вот, как бы заработать, сейчас пойдем на Канары, когда закончится этот коронавирус и так далее. Он не в том, что он говорит, а вообще, на самом деле, неискренняя молитва еще больше, то есть, он что-то говорит, но на самом деле так не думает. Он говорит, Всевышний, дай мне, пожалуйста, хорошую жену, положим, дай мне денег, и я хочу соблюдать заповеди, он говорит, а на самом деле он внутри думает, да, ну, зачем мне эти заповеди, не хочу соблюдать. Жена тоже не особо мне нужна, деньги нужны для того, чтобы, он говорит, я буду отделять десятину, а на самом деле не собирается это делать, да, или я буду изучать Тору, на самом деле не собирается это делать. Написано, это означает, близок Всевышний ко всем, взывающим к нему, к каждому, кто взывает к нему истинно. То есть, тот, кто искренне молится, того Всевышний слышит, к тому он близок. И пятая вещь, пятая причина, по которой Всевышний может не принять молитву, последняя из того, что я скажу сегодня в этих причинах, это человек должен пройти определенное очищение посредством того, что у него пока что нет того, что ему надо. Очистка, когда эта очистка закончится, он получит то, что ему нужно. Если он молится, то, естественно, эта очистка с Божьей помощью проходит быстрее и радостнее. И лучше, скажем так, для него, да. Что пишут люди? Если он свое зло не превратил в добро. Да, конечно. Итак, мы продолжаем. Сейчас, дорогие друзья, я хочу привести вам очень сильный лайфхак, лайфхак, как это говорится на современном русском языке, работающие молитвы. Очень многие люди получили таким образом свои просьбы о здоровье, деньгах, женитьбе и многие другие очень актуальные темы для каждого человека. Хотите? Если да, поставьте чат единичку. Я подожду. Кто хочет этот лайфхак? Давайте проверим вашу активность, насколько вы на самом деле хотите получить полезное знание. Всевышний видит ваше желание. Когда вы пишете единичку, Всевышний видит, что вы на самом деле хотите. Отмечает у себя в книге. Да, вот этот человек хочет получить. Хочет правильно молиться. Я знаю, есть задержка. Немножко подожду. Вот, Дела написала одиничнику. Только один человек хочет. Все, больше никто не хочет. Друзья, Всевышний все видит. Покажите ваше желание. Это нужно для вас, друзья мои, для вас. Для того, чтобы вы проявили свое желание. И чем больше вас осознаете свое желание, тем больше можно его наполнить. Таким образом вы готовите свой сосуд. Да? Для того, чтобы его наполнить светом. Отлично. Значит, есть люди, которые хотят. Так слушайте, дорогие друзья. Смотрите, есть на эту тему целые книги на самом деле. Целые книги. Которые рассказывают, что люди последовали определенному простому принципу и получили спасение, избавление, ответы на свои просьбы. Принцип такой. Молитва должна быть построена по примеру прославления, просьба, благодарности. Так построена молитва Амида. И многие люди, которые получили ответ свыше на свои молитвы, кроме того, что вставляли свою просьбу в молитву Амида, в благословение «Услышь наш голос», это, по-моему, 16-е благословение, кроме того, они выделяли каждый день минимум 10 минут. И вот это как раз лайфхак. Слушайте внимательно. И с 10 минут, 9 минут, 90% времени, они искренне благодарили Творца за то, что Он им дал. И одну минуту просили то, что им нужно. То есть, каждый день вы ставите себе таймер, минимум на 9 минут, да, берете телефон, таймер, 9 минут, бах, пошло время. И начинаете благодарить Всевышнего. Спасибо, Творец, что у меня есть руки, глаза, что я могу учить Тору говорить, мыслить, соблюдать заповеди и так далее. Как можно больше благодарности. Кто-то больше восхищается от того, что у него что-то есть. Какие-то руки, ноги, машина. Кто-то больше восхищается от того, что он что-то может. Бегать, прыгать, учить Тору, соблюдать шаббат и так далее. Следующий уровень – это сказать спасибо и за те вещи, которым вы не очень рады в вашей жизни. Какой-то страх, может быть, что-то, какие-то небольшие проблемы со здоровьем, кашель и так далее. И после того, как вы сказали спасибо за те вещи, которые не очень приятны вам, и это, кстати говоря, дает вам осознание, что вау, это же тоже от Всевышнего, тоже для моего блага. После того, как вы осознали, что все, что в вашей жизни находится, это к лучшему, это уже вы поднимаетесь на ступень, да, не обязательно это сразу произойдет, но с Божьей помощью со временем вы так начнете чувствовать. Например, человек, который хочет зарабатывать на тысячу долларов больше, ему сейчас реально не хватает, да, он скажет спасибо Всевышний, что мне не хватает тысячи долларов на детей, на аренду квартиры и так далее, да, спасибо. Я знаю, что это для меня самое лучшее, если сейчас у меня этого нет, то для меня это самое лучшее. И после этого, одну минуту, когда таймер остановится, когда таймер вам запипикает, вы минуту просите у Творца то, что вам нужно. Вы говорите, Творец, если тебе угодно, дай мне, пожалуйста, то-то и то-то, дай мне, пожалуйста, 10 тысяч, еще тысячу долларов в месяц, если это хорошо для меня, да, и в конце очень хорошо закончить, спасибо тебе, Творец. Окей? Вот такой вот лайфхак, который уже у огромного количества людей сработал. Это то, что говорят наши мудрецы. Попробуйте, хотя бы в течение недели, и с Божьей помощью вы увидите положительные чудеса. Есть ли какие-то комментарии? Давайте посмотрим. Так, на здоровье, пожалуйста, пользуйтесь, дорогие друзья. И сейчас я вам скажу потрясающую вещь, которую очень немногие знают, по-моему взгляд. Знаете ли вы, что ваше мировоззрение, ваше установки, ваше подсознательное убеждение находятся в постоянной молитве? Что это такое постоянная молитва? Сейчас давайте поясним. Об этом говорит нам Рав Юда Леплох в книге Шиурей Ада Ад. Вот мой перевод его слов. Цитирую перевод. Мой перевод. Влияние сверху вниз происходит не только посредством молитвы и просьб или исполнения заповедей, но каждая мысль, чувства и знания, которые рождаются в человеке, в соответствии с этим пробуждается это знание во всех мирах. И также знание, уже известное человеку, если оно больше проясняется, то оно проясняется и во всем творении. Что это означает? Это означает, что мы влияем на управление миром Всевышнего. Как Всевышний управляет миром, мы на это влияем. Так Всевышний заложил в природу творение. И как мы этим управляем, как мы на это влияем, мы влияем на это посредством наших мыслей, посредством наших чувств и посредством наших знаний. То есть, если человек, например, считает, я не могу зарабатывать больше, чем 1000 долларов в месяц, то это знание, как бы вот эта уверенность, это можно назвать знание, оно влияет на весь мир и все обстоятельства складываются так, что он на самом деле не может заработать больше, чем 1000 долларов в месяц. Если же человек знает, чувствует, думает о том, что я могу зарабатывать 5000 долларов в месяц, он в этом уверен, для него это реальное знание, я могу, то тогда все обстоятельства складываются так, что он действительно это может. Понятно, что если он будет сидеть дома на печке и только думать, то ничего не произойдет. Но, если он с настоящей верой еще будет задействовать, то тогда с Божьей помощью он получит то, что ему нужно. Желаемые деньги, зарплаты. Вот такие вот дела. То есть, в принципе, это очень важная вещь, знать, что любые наши такие мысли о себе, о мире, о том, как мы считаем, что Всевышний ведет себя с нами, они на самом деле влияют на божественное проведение с нами. Представляете? И что самое потрясающее, что человек, например, который молится о вот эти 1000 долларов, Всевышний, дай мне еще 1000 долларов, пожалуйста, он молится, например, 3 раза в день по 5 минут. То есть, всего 15 минут он молится в день об этом. И, предположим, даже он 45 минут еще добавляет личных просьб об этом. Но, если внутри у него сидит убеждение, что я не достоин еще 1000 долларов в месяц, то тогда это убеждение тоже как бы молится. То есть, человек как бы сам молится вот в оставшиеся 23 часа, молится как бы Всевышнему, что Всевышний нет, не давай мне это 1000 долларов, понимаете? И получается, один час он молится, дай, а 23 часа он молится, не дай. И понятно, что тогда его просьба не исполняется, потому что он считает, что нет, я этого не достоин. Надо заметить, что если человек искренне молится, это час по-настоящему искренне, то он начинает читать с Божьей помощью, что он сможет, что он достоин. Да? То есть, искренняя молитва, это очень важная вещь. Но не у всех получается вот так искренне молиться, и не всегда получается вот так поверить, что человек достоин ему, когда у него какие-то очень глубокие, подсознательные такие убеждения, что он недостоин. И поэтому, дорогие друзья, для тех, кто хочет поработать над вот этой внутренней молитвой, которую мы молимся постоянно 24 часа в сутки, кто хочет поработать над своими мыслями, над своими подсознательными убеждениями, кто хочет поработать и изменить вот эти негативные, ограничивающие подсознательные убеждения на позитивные, которые дают силу и приближение к Всевышнему, и приближение к жизни своей мечты, для них я сделал совершенно недавно курс в виде марафона. Это десятидневный онлайн-марафон, который даст вам инструменты по соседанию реальности, которые изменят всю вашу жизнь. Это средство для выявления и встроения подсознательных страхов и ограничивающих убеждений вы получите. Вы получите инструмент создания новых убеждений, вы получите инструмент по преодолению страхов и построению уверенности в себе. Вы получите инструмент, который поможет вам сконцентрироваться на цели целенаправленно, ее достигать, не размениваясь на мелочи. То есть, знаете, есть такие люди, у них большой потенциал, но они все время скачут туда-сюда, да? Вот с Божьей помощью этот марафон сделан для таких людей тоже, чтобы они смогли сконцентрироваться на цели. Тот, кто придет на этот марафон, получит инструмент по привлечению желанных обстоятельств в вашу жизнь и знания, которые вы можете передать своим близким и помочь им улучшить их жизнь. Кроме того, это знания, важные знания, которые я взял у еврейских мудрецов, которые я взял из новейших научных достижений, которые вы можете... помогут вам реализовать ваш огромный потенциал, да? Значит, если... В каком случае этот марафон для вас? Если у вас есть желанная цель, которой вы уже давно стремитесь, но пока не достигли, тогда можете приходить на марафон, с Божьей помощью он вам очень поможет. Если вы хотите больше зарабатывать, но пока не получается. Если вы хотите найти вторую половинку, но пока что не нашли. Если вы хотите улучшить здоровье, но пока что есть к чему стремиться. Если вы хотите улучшить определенные отношения с определенным человеком или с группой людей, но пока что не улучшили, тогда этот марафон для вас. Для кого этот марафон не подходит? Тот, кто ищет волшебную пилюлю, которую он сможет съесть, прослушать курс, прослушать марафон, ничего не делая, это не поможет. Это называется... На иврите есть такое выражение хаморно-сес-фарим. Осел, осел, несущий книги. Нельзя, не надо быть ослом, несущим книги. Наша задача... Мы изучаем Тору, мы приобретаем знания для того, чтобы их реализовать. Марафон начинается в ближайшее воскресенье, 2 августа. Он называется «Настройка ума». Он находится на великолепной обучающей платформе, называется «Смарт-эксперт». Это платформа. Стандартный урок марафона содержит видеоурок, тест на понимание пройденного материала, практические задания, которые я лично проверяю. Дополнительные материалы, дополнительные какие-то цитаты, очень важные, которые вам помогут сформировать лучше ваше мировоззрение. Возможность задать мне вопросы, что очень важно. 24.6, кроме шабата, в течение всего времени прохождения курса можете писать мне в личку, можете в группу писать, которая будет у участников курса. И каждый день вы получаете новое задание. Я лично проверяю его исполнение вами, пишу вам ответ, что правильно, что неправильно, что нужно улучшить. Как я сказал, закрытая группа будет в Телеграме, где участники могут делиться своим положительным опытом, что тоже дает такую мотивацию. Кроме того, есть система жизни в этом курсе, которая пошит вас двигаться вперед. И при определенном количестве участников будут призы, которые тоже вас мотивируют. Те, кто хорошо исполняет задание, даже если не хорошо, за каждое выполненное задание вы получаете определенный баллов, количество. Это все считает компьютер, система. Короче говоря, дорогие друзья, те, кто подпишется на этот курс, те, кто пройдут этот марафон, сделают все, что там я даю вам, просто обречены на успех. И сейчас в кризис самое лучшее время действовать, изменяться, приобретать полезные для жизни привычки, умения. И это то, что даст вам марафон настройку. Вообще, участие в марафоне стоит 200 долларов, столько же, сколько мой личный часовой коучинг. А тут я с вами на этом марафоне 24.6 и еще единомышленники в группе толкают вас выполнять задание двигаться вперед. И сейчас, дорогие друзья, послушайте, для вас я хочу сделать акцию. Я решил сделать цену ниже Плинтуса на этот замечательный марафон, сделать на него скидку на участие 50%. То есть, я возьму на этот марафон ограниченное количество человек, только 20 человек, больше нельзя, то есть, я просто так не смогу нормально проверять домашнее задание, отвечать участникам марафона. Как полагается, мне очень важно качество, чтобы каждый получил то, что ему нужно для продвижения. Вот. И получается, этот марафон, участие в этом марафоне будет стоить для вас всего лишь 100 долларов. Поэтому подумайте, если вы решите, что вам сейчас это важно, то записывайтесь на марафон, настройка ума, у меня в личку, просто пишите мне личным сообщением слово «хочу». Я выкладываю вам сейчас ссылку на мой личный аккаунт. Ссылка на самом деле... Так, сейчас я попробую скопировать. Скопировать ссылку. Вот уже пишут. Отлично, я очень рад. Поздравляем. Алла. Алла Агриско, первая участница, которая хочет сейчас стоить в марафоне. Великолепно. Это очень правильный выбор. Поздравляю вас, Алла. Вот ссылка. Пишите сюда в личным сообщением «хочу». И с Божьей помощью вы пройдете этот марафон, который поможет вам сейчас в это непростое время на самом деле подняться по жизни, перейти на другой уровень жизни. И с Божьей помощью стать человеком, намного лучшим человеком. Я хочу стать человеком, Да. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Я очень ценю каждого, кто был сейчас со мной. Спасибо всем, кто решил провести свое время с пользой, посвятить свое время ценным вещам, личностному росту. И, дорогие друзья, я желаю всем, чтобы Творец услышал ваши молитвы милосердно, и будьте счастливы. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok